Друзья, всем привет! Приехал на авторынок, хотел сказать зеленый угол, приехал на авторынок города Уссурийска. Сейчас пройдем, посмотрим цены, посмотрим все по наличию автомобилей, посмотрим есть люди, нет людей. В общем, сделаю такой небольшой обзорчик. Минус 25 градусов, но по Владивостоке минус 10, дует ветер. Кстати, ветер у нас уже дует на протяжении, наверное, 2-3 недель, жутько холодно. А здесь минус 25, утро, и чувствуешь себя совсем по-другому. Ну что, авторынок Уссурийска, но что мне здесь не нравится? Здесь, ребят, не все пишут цены, не все. То есть я вот зашел на рынок, прошел по левой стороне, в принципе, цен на автомобили я не увидел. И продавцов нет, то есть есть телефоны на автомобилях, но продавцов мало. Очень много продавцов здесь приезжих, в плане там с Чугуевки, со Спаской, еще откуда-то. В общем, сложно, сложно здесь с ценами. Значит, аксела у нас стоит, такая на летишке, зимняя резина. Посмотрите, как морда не выделяется. Стоимость автомобиля, вот здесь увидел цену, миллион, но опять же непонятно, я думаю, миллион, миллион двести. Свифт, штатное литье, интересно у него цвет такой, выделяется из потока автомобилей. Летняя резина, штатное литье, бесключевой доступ. В автомобиле есть повторители, стоимость автомобиля 730 тысяч, автомобиль 2017 года выпуска. Так, людей однозначно меньше, потому что большинство, конечно же, едет в Владивосток. Кстати, что касается Уссурийской, как я здесь сказался, я приехал на проверку автомобиля. Автомобиль оказался, в принципе, неплохой, это была Демио, 17-й год, 790 тысяч. Возможно, будет выкуп автомобиля. Это у нас стоит Ноут, 820 тысяч. Спереди Сонары, E-Power, То есть, что такое E-Power, это наподобие, скажем так, Клиффа, да? То есть, двигатель, он работает постоянно, но на холостых. Автомобиль, тем самым, заряжая батарею. Минимальный расход топлива. Еще один стоит, 860 тысяч. Автомобиль 2017 года выпуска. Но, на самом деле, автомобиль неплохой, да? То есть, относительно у него свежий год, интересного плана, внешний вид. Ну, по салончику. Кстати, места в салоне много, но мне не нравится его именно отделка салона. 860 тысяч. Рядом стоит Honda Fit. Старенький кузов. Кстати, появились, прям появились. Вот такие вот фиты на рынке. Понимаю, что в Уссуриевске, что в Владивостоке. Есть бесключевой доступ. Это год, не знаю, какой год. Гибридная версия 690 тысяч. Но гибрид здесь идет неполноценный, ребята, в отличие от свежих фитов. Довольно популярный автомобиль в Приморском крае. Что старый кузовай. Довольно много катается. Что свежие фиты. Это Мира. Самый-самый дешевый гикар. Вообще, три двери. Раньше такую Миру можно было купить и за 160 тысяч. Стоимость этой Мира 340 тысяч рублей. 340 тысяч за беспробежный японский автомобиль. Сейчас посмотрим на этой стороне. Ценников не вижу. Раф стоит новый. Выбор автомобилей, в принципе, есть. Дальше я там был. Ценников не было. Игнис стоит. Гибрид, штатное литье, зимняя резина. Автомобиль такой, на любителя. Цена не указана. Toyota Passa, старенький кузов. Тоже без цены. Поищу, где цены есть. И поснимаю. От Toyota BB автомобиль 2014 года. Объем двигателя 1,3 литра, 710 тысяч. Интересного плана автомобиль. Их очень мало. Но они востребованы, если они хорошие. Есть в комплектации Music Box. Штатное литье, летняя резина. Honda Vezer. Гибрид. 2017 год. И опять не указана у нас цена. Очень плохо. Nissan X-Trail. Так. 2016 год. 4WD. Указан 12 месяц. Стоимость автомобиля 1 миллион 750 тысяч рублей. Один из популярных кроссоверов. Минивэна Toyota. Это Toyota Vish. Vish, Isis. Начинка одинаковая. Тоже ценников нет. Виш, 10-й год. Автомобиль 4WD. 885 тысяч. Смотрите, фит. Не знаю, есть цена или нет. Девятый год. 79 тысяч пробег. 1,3. 3,5 балла. Я думал, в районе 600-620 тысяч. Где-то так он должен стоить. Так. К сожалению, не указана цена. Свежий фрит. Свежий фрит. 17-й год. Полтора литра. Гибрид. 1 миллион 230 тысяч. Микроавтобус от Toyota. Гибрид. Объем двигателя 1,8. Полтора миллиона рублей. Полтора. Эндбокс. 18-й год. 0,7. 850 тысяч рублей, ребят. 850. Как бы такая не слабая цена. Ну, за эти деньги он должен быть хороший. Очень хороший. Как-то вы знаете, вглубь рынка прошел все равно. Первое впечатление было то, что машин много. Они стояли вот так. Сейчас они вот как-то вдоль стоят. Мало машин. На зеленке, конечно, выбор огромный. Автомобили Wish. 2012 год. Один миллион шестьдесят тысяч рублей. Ниссан Дэйс. Семнадцатый год. Пятьсот двадцать тысяч. Я, кстати, свой первый японский автомобиль покупал в Уссурийске. Это был Ниссан Куб. 2001 года выпуска. Передний привод. Стоил он тогда 140 тысяч рублей. Или 145, что-то такое. Везель РС. Один миллион четыреста пятьдесят тысяч. Вон там дальше грузовики стоят. Пробокс. Без цены. Toyota Corolla Axio. Тоже ценника нет. Нам это не интересно. В Оксе. Понимаю, это не гибрид. Один миллион шестьсот тысяч. Да, двухлитровый не гибрид. Автомобиль 2018 года выпуска. Но. Семнадцатый год. Четыре ВД. Джейс Салон. Один миллион восемьсот тысяч рублей. Toyota Siento. Многие выбирают между Freedom и Siento. Один миллион девяносто тысяч рублей. Toyota Pasa. Видите, нет цен. Вот такой вот получился у меня небольшой обзорчик. Авторынок Уссериск. Поэтому, ребят, машины осматриваются во всем Приморском. Видите, вот пустые все-таки места. Пустые. Во всем Приморском крае Мой телефон указан под каждым видео в описании канала.